Юбиляра я знаю с рождения, у меня с ним рука в руку уже 60 лет, поэтому самозванцев нам не надо, там аду и буду я. На сцене и в день рождения сегодня Яков Воронов отмечает юбилей. Из своих 60 лет 38 провел на театральных подмостках, сыграл десятки ролей от смешного неудачника в поминальной молитве до сухого, четко знающего свою работу дельца в спектакле «Вечно живые». Вы не подскажете, сколько яща берет за корпоратив? 50 копейки. С ума сойти! Да живем будет 60. Отец четырех детей, дедушка пяти внуков и прадедушка. Фотографии близких на стене в гримерке. Видятся редко, ведь живут в разных городах. Тогда как жители Иркутска могут видеть актера не только в театре. Он ведущий многих городских мероприятий и праздничных юбилеев коллег, которые никогда не остаются без внимания. Ни одного дня рождения не проходит. Это вот нюансы уже. Чтобы он кому-то, вот у кого-то день рождения, он кому-то шоколадочку, маленький сувенирщик какой-то. Он еще Дед Морозит, обычно из каких-то мешков своих приносит обязательно любого человека, вот даже незначительного. То есть обязательно он ему что-нибудь подарит. Это вот то поколение, которое еще помнит эти вещи. Артема Бондаренко, автор пока единственного мяча в сегодняшнем матче, делает передачу в штрафную. Удар по воротам Алексея Даровских, Кима Кюнерин. Отворот. Голос Якова Воронова известен болельщикам хоккея с мячом. 15 лет актер комментирует игры. Дважды признан лучшим телекомментатором России по бенде. Заветная мечта – провести репортаж золотого матча Байкал Энергии. Заслуженный артист старается не пропускать встречи иркутской команды. Репертуар театра даже подстраивают под актера, чтобы он мог успевать на матче. В столь плотном графике юбиляр выработал свой секрет успеха. Я очень люблю песню «Проснись и пой» и попробую в жизни хоть раз не потерять улыбку из открытых глаз. Там еще хорошая фраза есть. Кто может первый посмеяться над собой. Ко всему надо с иронией относиться, с легкостью, с радостью, и тогда все получится. А если только остановишься, задумаешься, как не очень идеален мир, который нас окружает, загрустишь, и тогда все. Так, когда напряженнее график, так удобнее, так лучше. Вот и сегодня на протяжении всего «Капустника» Яков Михайлович со сцены не уходит. В завершении праздничного утра вместе с коллегами исполняет песню. Иван Занько, Константин Синицын. Новости сейчас. Иван Занько, Константин Синицын. Новости сейчас.